3 и 4 февраля во всех сельских поселениях района с самого утра кипела работа. Отложив на время привычные обязанности, бюджетные работники вышли на улицу и привели в порядок территории. Дружно разобрав рабочий инвентарь, сотрудники администрации, культуры, централизованной бухгалтерии, ДЮС США, социальные работники провели работу по очистке территории, подмели и убрали опавшую листву, собрали мусор вдоль трасс и улиц. 3 февраля в Кашхабском сельском поселении работы проводились на территории парка, который, несомненно, является центром притяжения для всех жителей нашего района и возле памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны. На следующий день участники «Чистого четверга» были заняты очисткой вдоль реки Лаба и на обездной дороге. Санитарное состояние и благоустройство сельских поселений – один из самых актуальных вопросов нынешнего времени. Ухоженные улицы, несомненно, производят приятные впечатления как на самих жителей, так и на приезжих гостей. В Егерухайском поселении проведена большая работа по санитарной очистке. Во главе с руководством поселения работники администрации, сотрудники отделения социальной службы и учащиеся школы вышли на улицы и слаженно поработали. Хочется подчеркнуть, что здесь активно ведется работа по благоустройству. С каждым годом становится все больше благоустроенных зон отдыха, спортивных площадок. Так, буквально недавно, к радости детей и взрослых, на территории школы появились уличные тренажеры. Под теневым навесом установлено 12, а рядом – 8 уличных тренажеров для различных групп мышц. Яркие тренажеры и навес над ними должен защитить любителей спорта от непогоды. Следует отметить, что жители аула и учащиеся школы номер 3 часто используют школьный двор и спортивную площадку для того, чтобы провести время с пользой для здоровья на свежем воздухе. Установка данной спортивной площадки стала возможной благодаря помощи нашего земляка, депутата Государственной Думы, члена фракции «Единая Россия» Мурата Хасанова. Школьники первыми испытали все возможности площадки. По тому впечатлению, которое она произвела, понятно – пустовать тренажеры не будут никогда.